Первым делом необходимо опустить рычаг стояночного тормоза полностью, затем снимаем заднее колесо, поддеваем отверткой, снимаем защитный колпак подшипников колеса, выпрямляем шплинт, вынимаем шплинт из паза корончатой гайки и отверстие ЦАФУ. Делать это можно плоскогубцами, при последующей установке необходимо шплинт заменять на новый, головкой на 30 отворачиваем корончатую гайку, шайбу достаем, снимаем внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе сепаратором и роликами, снимаем тормозной барабан. Если толщина накладки хотя бы одной из четырех колодок меньше одного миллиметра, необходимо заменять все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к неравномерному торможению задних колес и уводу автомобиля в сторону при торможении. Также, если вы собираетесь проходить техосмотр, то вы даже не попадете в те 30%, которые положены при осмотре тормозной системы. После того, как мы сняли тормозной барабан, ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, так как поршни цилиндра могут выйти полностью. Для очистки деталей тормозных механизмов запрещается применять бензин или дизельное топливо. Для этого продается в магазинах специальный очиститель тормозных дисков. Эффективно удаляет масло, технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков. Позволяет проводить очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Первым делом снимаем стяжную пружину. Снимаем пружину с рычага регулятора зазоров. Снимаем серьгу. Снимаем рычаг регулятора зазоров. Снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем распорную планку. Снимаем опорные чашки с опорных стоек. Для этого пассатижами мы берем запорную стоечку. И нам ее при нажатии на пружину необходимо развернуть паз. Придерживая, снимаем пружину. То же самое делаем и со второй. Снимаем переднюю тормозную колодку. Вынимаем заднюю тормозную колодку. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага. А теперь собираем все в обратной последовательности. Важно заметить, что разжимной рычаг, который держит у нас стояночный трос, он должен был ориентирован в сторону тормозного щита. Аналогично, если смотреть по установке колодок, передний и задний, то у нас вырезы под распорную планку должны находиться вверху к тормозному цилиндру. Перед установкой распорной планки необходимо уменьшить длину ее, завернув раповик до конца. Есть положение, когда мы его выкручиваем, а есть положение, когда мы его закручиваем. Распорную планку тоже ориентируем длинным шипом, чтобы он уходил в сторону тормозного щита. Раповик мы при установке с ним ничего не делаем. Эта работа будет проводиться уже в закрытом барабане после установки колеса. Перед установкой рычага регуляторов зазоров необходимо надеть шайбочку. Артикул на нее будет в ссылке под видео. Надеваем серьгу. Надеваем пружину на рычаг регулятора зазоров. Надеваем верхнюю стяжную пружину. И заводим ее на серьгу. Один из нюансов при установке регулятора зазоров, он должен быть установлен своим ушком за ухо терраспорной планки. Иначе, если я его развернусь неправильно, регулятор зазоров установим неправильно. И у нас не будет при нажатии на педаль тормоза отходить регулятор зазоров и не будет отворачивать кроповик. Надели на цапку шайбу и корончатую гайку. Гайку нужно затягивать с усилием 25 ньютонов. Нам необходимо на 180 градусов отвернуть в обратную последовательность. Для чего мы это все делаем? Так как у нас рычаг стояночного тормоза полностью опущен, барабан должен вращаться легко без рывков и заеданий. Если у нас кондр гайка перетянута, то мы ее отпускаем потихоньку до следующего проворота, куда у нас всовывается шплинт. Проверяем вращение. То есть, если слишком перетянуть, у нас будет вот что. У нас колесо вращаться легко не будет. Поэтому мы отпускаем. Шплинт мы установили на место. Отдели назад защитный колпак. Сейчас нажимаем на педаль тормоза. Будем слышать щелчки. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока у нас щелчки не прекратятся. Таким образом у нас регулятор зазоров отворачивает кроповик на распорные планки и тем самым раздвигает тормозные колоды до прикасания с тормозным барабаном. Избавление от щелчков необходимо проводить с наличием двух человек. Один нажимает на педаль, а второй прислушивается. Сейчас после того, как мы поменяли колодки, необходимо отрегулировать стояночный тормоз. Для проверки работы хода педали тормоза для начала необходимо завести двигатель. Три раза нажимаем педаль и затем удерживаем ее нажатой с усилием приблизительно 30 кг. Линейкой замеряем расстояние от середины накладки педали тормоза до пола. Расстояние должно быть не менее 60 мм. Если расстояние меньше чем 60 мм, наиболее вероятными причинами могут быть износ барабанов, тормозных механизмов, задних колес, сверхдопустимой величины или наличие воздуха в системе гидропривода тормозов. Если после замены колодок заднего тормозного механизма и удаления воздуха из гидропривода тормозов расстояние осталось прежним, то возможными причинами этого могут быть неисправность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном заднего тормозного механизма или неправильная регулировка выступания штока вакуумного усилителя тормозов. Сейчас нажимаем педаль тормоза рукой до появления ощутимого сопротивления ее движения и измеряем ход педали, то есть так называемый свободный ход. Свободный ход должен составлять 6-10 мм. Свободный ход педали тормоза не регулируется. При его отличии от номинальной величины следует удалить воздух из гидропривода тормозов, то есть прокачать полностью тормозную всю систему. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе необходимо нажать на педаль тормоза 5-6 раз. И затем удержать педаль в нажатном положении. Теперь необходимо запустить двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. То есть мы видим, что это произошло. Но если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно, нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием. Нужно тогда проверять герметичность соединения шланга подвода разряжения вакуумному усилителю и исправность самого усилителя. Комплект тормозных колодок. Продолжение следует...